Продолжение следует... 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 В книге Януэль Ревашова нет речевых форм, напрямую пропагандирующих экстремизм, терроризм, вызывающих книг. При этом отметим, что Алексей Маконта употребляется автором в следующем контексте. Дальше. Автор статьи не использует речевых форм, передающих откровение нарезывания читателя. Я так понимаю, это, видать, из вопроса, который суд ставил перед экспертом, она ставит вот эти ответы. Но если мы перечнем одну страницу, то есть она пишет, что изучение смысловой направленности текста книги, модальности позиций, экспрессивности и так далее, то есть она приходит к выводу, что все-таки нет речевых форм, пропагандирующих экстремизм. В итоге вывод, как бы психологическая часть исследования данной экспертизы, то есть ее просто нет. И просто в обычном выводе, просто после слова выводе, она пишет, что открыто появляются экстремистские взгляды в отношении и так далее по тексту. То есть, и опять же пишет, что автором в сборной статьи «Возговорный спиразм» автором которого является Лева Шеф Николай Викторович, то есть она пишет, что там есть экстремистские взгляды, а внизу, дальше в этих же выводах написано, при этом в тексте книги Е.В. Левашова «Нет речевых форм, пропагандирующих терроризм» и так далее по тексту. То есть, я считаю, что данная экспертиза, она, во-первых, совершенно не отражает всех тех задач, которые ставил суд перед экспертом в своем определении. И, соответственно, я считаю, что эксперт, у которой из приложенных материалов у нее есть текло, что она учитель русского языка литературы, а также удостоверение кандидата филологических наук, я считаю, что у нее нет познаний полностью именно их психологии. Ну, в лингвистике есть, да, то есть здесь как бы неоспорима, потому что она кандидат филологических наук, а вот психологии нет. Тем более, я суд назначал комиссионную экспертизу. А у нас, соответственно, это 83-я статья говорит о том, что эта экспертиза назначается в том для восстановления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области знаний. То есть, соответственно, ну, данным неэкспертным учреждениям для его бюро судебных экспертиз, ну, как бы не было соблюдено требование суда, да, в котором суд именно вот говорил о том, чтобы сделать вот комплексную комиссионную экспертизу и причем психолингвистическую. То есть она, если и была проведена, то была проведена только лингвистическая, причем качество самой экспертизы, я имею в виду данные ошибки, которые и процессуального характера ошибки. И ну уж просто орфографически, ну, фамилия автора, то есть у них ошибка идет. То есть я считаю, что это как бы, ну, недопустимо просто использовать, ну, то есть данную экспертизу. Поэтому мы бы ходатайствовали о том, чтобы назначение повторной комиссионной психолингвистической экспертизы. Соответственно, поэтому мы бы надеялись в том, что я считаю, что, ну, данная экспертиза, она не отвечает тем определения суда в соединении экспертизы, то есть так как она была, ну, то есть в объеме очень некачественном, в любом объеме и, соответственно, без присутствия экспертов и так далее. Уважаемый суд, возможно, следует согласиться с отдельными замечаниями относительно качества проведенной экспертизы. Вместе с тем, хочу обратить внимание сюда, что ранее заинтересованными лицами заявлялось ходатайство, в котором они достигли проведения экспертизы именно обществу с ограниченной ответственностью до судебной экспертизы, которое судом было удовлетворено. В результате, я считаю, что, в общем-то, заинтересованные лица получили то, что хотели, и я обращаю внимание на некоторых символов употреблениях товаров, поскольку можно выйти в последующем, в каких-то моментах, не согласными с экспертом. Однако судом было предоставлено недостаточное время для предоставления дополнительных доказательств. Предлагаю, что в настоящее время имеются все условия для рассмотрения его по существу. в предыдущем ходатайстве о проведении экспертизы мы действительно просили провести ее данным в экспертном учреждении. Дело в том, что мы не можем отвечать за качество самой экспертизы. Почему? Потому что мы сами эксперты не являемся, и мы не можем претендировать на то, чтобы знать наперед, какая она там будет. как бы, соответственно, если бы мы знали, что они, во-первых, ее сделают с формальными нарушениями требований закона об экспертной деятельности, то есть, ну понятно, мы бы ее там и не заказывали. Это как бы ясно. Тем более, ну, я считаю, что проведение судебной психолингвистической экспертизы только одним лингвистом, да, без участия психолога, да, то есть, без участия из одного из экспертов, ну, в принципе, ну, как сказать, снимает все вопросы в данной экспертизе, потому что… Как сказать, но он влечет за собой безусловную недействительность экспертизы? Ну, я считаю, конечно, влечет, потому что… Ну, потому что эксперт-лингвист, он не может рассказываться в области психологии, то есть, в данной экспертизе. Но, так как, да, определение же было именно о психолого-лингвистической экспертизе, то есть, они не могут больно трактовать, да, то есть, свою экспертизу, там, и поручать ее, ну… А какие вопросы не ответили, исходя из временного? Вы, мы же сами должны понимать, что экспертиза, так говорит, ее суть не в том заголовке, как я ее обозвал, я ее могу хоть технической назвать, а вопросы задать те, которые задал, это был тем. На какие, по вашему вопросу, экспертные ответы? Ну, дело в том, что, я говорю, она в своих ответах, вот, как следует самой экспортиза, да, она говорит вот в качестве лингвистических, то есть, она пишет, что нету никаких лицем данных, да, то есть, в данных вопросах, которые бы пропагандировали экстремизм, там, терроризм, ну, и так далее, то есть, по списку, да, которые мы спрашиваем. А потом в своих выводах, да, вот, она пишет, что на основании, вот… То есть, как раз вот именно вот та область, где должен работать психолог, который, скажем так, с смысловым общим контекстом, то есть, несет, ну, обязанность свою, то есть, и свои, вот, познания, да, которые у него должны быть, вот, как раз с смысловым контекстом данного, ну, как бы, данного, данного объекта исследования вот этой книги, то есть, она просто, как бы, свои полномочия, ну, как бы, вольно расширяет, да, и говорит о том, что, вот, вот, например, как бы, открыто проявляет экстремистские взгляды, допустим, у Леваших, то есть, Николая Викторовича, но вот, то есть, если смотреть, то, что она пишет, да, то есть, со мной эта эксперт, если она пишет, что нет, в книге Левашова нет речевых форм, напрямую пропагандирующих экстремизм и терроризм, призывающих к ним. То есть, смысл этого всего, значит, лексический, то есть, нет, ну, нигде он там открыто не пишет, как сказать, не пропагандирует терроризм и экстремизм. То есть, вот, в области этой науки работает эксперт-лингвист, а в области психологии, именно, вот, общий смысл текста, общая направленность, здесь работает эксперт-психолог. Так вот, она, ну, данный эксперт-лингвист не имеет такого образования, да, и она не является экспертом психолога, чтобы, вот, как сказать, выразить свое заключение именно на смысл данных текстов. То есть, я напишу, что нету речевых форм. То есть, речевые формы, которые она вот именно лингвистически, то есть, она их не нашла. А потом, почему-то, решила расширить свои полномочия в данной экспертизе, стать психологом и сделать вывод о том, что смысл, то есть, есть пропаганда экстремизма. А как она, как она изошла из этого, если она говорит, что нет ни одной или семь, уважаемых. То есть, ну, если там не написано... Это уже оценка. Давайте проговорили, что экспертиза установочной части не соответствует выводам. Ну, давайте ее тогда... Установочная часть точно не соответствует выводам. Значит, уважаемый суд, ну... По сути, мы с вами сейчас можем говорить о том, что мы... Ну, я бы даже по формальным признакам, да, сказал, то есть, что установочная часть, она не соответствует, то есть, не вот... То есть, не соответствует закону. То есть, пленум определял здесь. Потом, не написаны определенные, ну, то есть, методика не написана. Она обязана быть по вот этому федеральному закону. То есть, обязана быть. Обязаны, должны быть материалы использованы для проведения исследований, на которых она ссылается на психологию. Она этого не пишет. Фактически, она, ну, она не ссылается ни на какие материалы, которые связаны, в принципе, с психологией. Также она пишет, что в исследовании только лингвистическая экспертиза. Это вот, после графа исследования написано, в цели данной судебно-лингвистической экспертизы. То есть, она не пишет, что она психологно-лингвистическая. Поэтому, я считаю, что даже по этим, по формальным признакам, то есть, можно сказать, что эта экспертиза была проведена на нарушение законов. Соответственно, мы вот заявили это ходатайство о том, чтобы провести, ну, то есть, повторную экспертизу с привлечением данных экспертов. То есть, я даже не берусь, да, в смысл, да, но уж вторки еще, опять же, грамматические ошибки. Ну, на самом деле, то есть, эксперт не может так ошибаться. И эксперт обязан делать полностью, то есть, все требования, которые предъявляются к самой экспертизе, они должны быть соблюдены экспертом в любом случае. Здесь, в данном случае, они не были соблюдены. Хорошо. Ну, вы предлагаете своих экспертов? Фамилии, имя, 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 имя? Ну, это точно это. Ну, а вот, хотя бы, для того, чтобы, если выходить в суд, сегодня экспертизу назначил. Ну, вот кто такой временно общий нашел? А, уважаемые, я сейчас объясню. Вот в этой экспертизе, да, в которой, соответственно, была вот здесь написано, что материалы использованы при проведении исследований. Здесь идет приневка лингвистической экспертизы. Приневка справочника по судебной лингвистической экспертизе. Это его работы, то есть, это Константин Иванович принев, то есть, который заявлен здесь непосредственно. Ну, то есть, ну, уж если обращаться к экспертам, которые, ну, действительно эксперты в данной области, то есть, вот мы их и заявляем, это, они работают на государственном экспертном учреждении региональной общественной организации ассоциаций лингвистов, экспертов и преподавателей этих. Ну, то есть, члены, которые... Вы им про науку хотите, если такие заправились? Да, уж и несут. Но мы, как бы, просто были не удовлетворение, да, то есть, не формально, ни в смысле, проведенные данные экспертизы. Мы не считаем, что мы заупотребляем какими-то своими полномочиями. Вот, соответственно, книга, на которую она ссылалась. То есть, вот этот эксперт, то есть, мы просто связались, спросили, могут ли они вот это все дело провести, то есть, данную экспертизу. Поэтому мы их заявили конкретно, да, то есть, данных экспертов, и заявили вот эту вот организацию. То есть, это не государственное экспертное учреждение. Я считаю, что тут и психолог, и, ну, комиссионный, то есть, два доктора филологических наук, и все. То есть, мы считаем, что это, ну, такие серьезные эксперты в данной области. Мы просто не знали, что экспертиза может настолько отличаться. Ну, и формально, если взять вот ту экспертизу, на которой… Ты сошел. Правда. Ну, соответственно, если вдруг такое произойдет, и суд должна быть в судебной экспертизе, то этой частью прокурора будут какие-то предложения по экспертному учреждению, по экспертам? Уважаемый, что… Уважаемый, что… Я приемогу их и таки, я могу вам задавать задание беременда 15, чтобы вы поднимали в этой части. Я не знаю, что это значит, тут или нет, мы здесь будем подключать, я же посещал в комнате, но, соответственно, удаляюсь туда и должен быть в ту экспертизу назначить. Уважаемый, что такой вопрос, он должен решаться непосредственно лицом подписывающим. Уважаемый. Необходимо для этого работать. По времени. 15 минут, конечно, вопрос не может быть. Кроме того, я бы хотел дополнить. Да, может быть, понятно, недовольство комплекционного лица. Ну, давайте мы от выводов как бы отойдем, а вот именно на те какие замечания, которые высказаны в экспертизе. Быть может целесообразно у нас вот один вопрос об устранении недоставка, а уже один вопрос об устранении недоставки. Их они есть, но те, которые требуются устранить. То есть, строго говоря, судебному заседанию, или сообщать на комнате, суд может дать оценку экспертизы, может сказать, хорошая, качественная экспертиза, можно ее положить по основу решения без проблем. Может сказать, нет, экспертиза плохара, и вынести по тем документам, которые деньги имеют. А как по-вашему, если те недоставки, какие имеются, какие можно устранить в судебном заседании по-вашему? Судебному заседанию, а какие недоставки по-вашему? Хотим вам еще дополнительно решить вопрос? Вы полагаете, нам нужно время для того, чтобы в этой части вопрос решить или не требуется? Давайте я выберу первых и пятнадцать минут. Прошу. Вы слышали обображение ваших комментариев? Прошу. 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 Продолжаем следующее заседание. 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 И в целесообразность задать вопрос, каким образом этим специалистам проводилось психологическое составляющее исследования. Быть может сказать, что у меня и есть специальное познание, это просто здесь нет. Продолжение следует... Я не могу откладываться под рукой, у меня у второго представителя нет, у второго заинтересованного лица нет ни представителя, то есть я должен тогда его извещать, если я буду откладываться. Я могу сейчас откладываться только методами перерыва. Понятно. Поэтому, исходя из этого, я могу откладываться завтра, давайте, мы тогда указать протоколик. Может быть, только ближе к вечеру, потому что нет, а на какое время? На утро. А на утро он хорошо. Просто я делаю еще процессы. Почему я не знаю? Я не буду искать, давайте откладываться. Указатель, как поле суд, определил вызвать до допроса в судебное заседание института, проводившего в судебный институт. Так, вот тут есть телефончик, и надо прямо сейчас этого выключать, сразу мне сказать, хорошо? Вот, и Степан Сан, кому-то сейчас звонить, пока они еще не есть. Надеюсь, 30. А можно сразу же, ну, чтобы он сзади, то есть, пара не управляет? Чтобы, ну, а не сзади. Ее уточните, как он сзади. Единственное, с утра может не оказаться завтра, так убеждаю, потому что у нас сказал, зал сейчас имеется только на суде уголовной, там, и не, как раз, чтобы на их расчистить, и зал вот тут даже делал на рассмотрение административных правонарушений. С утра, теоретически, может быть, все занято. Понятно, да? До завтра до 9.30. Хорошо. Все, тогда подвесочки можно пока не давать. Какие-то еще казатостики будут с отложением? Кого-то вызвать, прийти и завтра. Нет, даже и в суд. То есть, теоретически суд завтра может прийти к выводу и отказать на значение судебной экспертизы, и не до завтра рассматриваться. Ну, теоретически, конечно, но мы думаем, что так может быть. Потому что есть какие-то еще доказательства, которые нужно завтрашним днем предоставлять. Если я назначу экспертизу, ну, тогда он опять появится в полтора месяца. Я уже тренирую этот вопрос. Все, тогда, наверное, а, мы живем у нас. Деньги.